МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Антон Исаевич Кенефир 41-го канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Центробанк России выпустит новые наличные банкноты, на которых появятся новые города. Есть ли шанс у Воронежа? В музее имени Крамского открылась выставка «Кукол последнего российского императора». К новостям региона мы вернемся после краткого обзора событий в стране и мире. США. Байден поручает вице-президенту Харрису возглавить дипломатический ответ на борьбу с пограничной миграцией на американо-мексиканской границе, о чем он говорил во время встречи в Белом доме в Вашингтоне в среду. Байден также объявил о планах восстановить финансирование, которое было ликвидировано администрацией Трампа, чтобы помочь странам северного треугольника справиться с эмиграцией. В среду на строительной площадке в Донне, штат Техас, была замечена тяжелая техника, работающая на строительстве нового временного объекта таможенной и пограничной охраны США для размещения детей-мигрантов, удерживаемых на американо-мексиканской границе. Палоточный городок в Донне, как сообщается, предназначен для размещения временной структуры обработки и приюта для несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов в возрасте до 17 лет. Греция отмечает 200-летие революции против османов с союзниками 1821 года. Торжественные мероприятия будут отмечены традиционным военным парадом над центральной площадью Афин Синтагма. Из-за пандемии мероприятие пройдет без зрителей, кроме местных и иностранных сановников. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в среду прибыл в Афины с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. В рамках поездки Мишустин встретился со своим коллегой. В ходе пресс-конференции российский премьер отметил, что встреча продемонстрировала общий настрой на комплексное развитие двусторонних отношений. Медицинский персонал муниципальной больницы в Рио-де-Жанейро прокомментировал давление, которому они подверглись, поскольку в среду в стране было зарегистрировано более 12 миллионов случаев заболевания коронавирусом, а ежедневное число погибших от COVID превысило 3 тысячи. Согласно данным, собранным университетом Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 298 676 смертей от этого вируса. Аргентина. Протестующие в Буэнос-Айресе выходят на улицы, чтобы отпраздновать 45-ю годовщину государственного переворота. Демонстранты маршировали по улицам, держа в руках портреты исчезнувших родственников. Традиционный марш был свернут на фоне опасений, что нормальное празднование может привести к всплеску коронавирусных инфекций. Япония. Эстафета олимпийского огня стартовала в Фукусиме. Один из крупнейших в мире контейнеровозов застрял в Суэцком канале в среду после того, как сел на мель во вторник и вызвал массовую морскую пробку на обоих концах канала в Египте. Для освобождения судна были посланы 8 буксиров. По данным, судно сбилось с курса сильным порывом ветра. Новости ближнего зарубежья. В селе Теребля Тячевского района в среду сгорели два многоквартирных дома. Огонь распространился на 1200 квадратных метров на территории ЖК Солодвинский. Как сообщает Государственная служба Украины, по чрезвычайным ситуациям для тушения привлекли 30 спасателей и 6 пожарных машин. Они прибыли из городов Тячев, Виноградов, Хуст и поселка Вышково. По предварительным данным, пострадавших нет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что налаживание производства вакцины «Спутник Ви» в Южной Корее показывает очень позитивный пример совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом дипломат сказал в четверг в Сеуле во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой. Глава российского МИД также отметил, что Москва и Сеул готовы вернуться к наращиванию товарооборота между странами. Ракета «Союз» с 37 спутниками «Ван-Вэб» стартовала с космодрома «Восточный». Третья российская вакцина от коронавируса «Ковивак», созданная в центре имени Чумакова, вышла в гражданские обороты и в ближайшие дни начнет поступать в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки, передает Интерфакс. Производство препарата уже запущено. Министр науки и высшего образования Валерий Фольков посетил научный центр и лично дал старт упаковке первой партии ампул. Центр имени Чумакова планирует выпускать до 10 миллионов доз в год. Жители подмосковного Талдома в среду рассказали о доме соседей, где была обнаружена 6-летняя девочка Маугли. По словам Ольги и Игоря Люсиных, проживающих недалеко от места событий, дом был продан около 8 лет назад. При этом семейная пара видела чудного старика с рюкзаком, который ходил по мусоркам. Ранее в среду сотрудники ГУ МВД по Московской области при патрулировании Талдомского городского района заметили подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей попытался от них скрыться и проник в один из домов через оконный проем. Правоохранители отправились за ним и обнаружили в доме 6-летнюю девочку в истощенном состоянии, без одежды, а также мужчину и женщину, которые не являлись опекунами ребенка. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области по факту произошедшего, началась проверка. Установлено, что ребенок проживал со знакомыми, матери без горячей воды и отопления. Женщина навещала ее несколько раз в неделю, а проживала в Москве со старшей дочерью. На данный момент обе девочки изъяты и находятся в больнице. Мать детей, мужчина, с которым проживал ее младший ребенок и медицинский персонал, были опрошены. Возбуждены уголовные дела по пункту Г, части 2, статьи 117 УК РФ, истязания и по статье 156 УК РФ неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Новости нашего региона. Центробанк России выпустит новые наличные банкноты и заменит дизайн некоторых из них. Появится ли на них Воронеж? И какая из его достопримечательностей могла быть достойна изображения на новой купюре? В сюжете Ольги Ломакиной. Замена денежных купюр будет произведена с целью повышения их качества, сообщили на сайте Центробанка. Кроме того, разрабатывается новый дизайн, более современный. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появится изображение Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На их оборотной стороне достопримечательности Сибирского, Северокавказского, Приволжского и Уральского федеральных кругов. Изображения и защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад, а последние 10 не обновлялись вовсе. Для того, чтобы лучше защитить банкноты от риска поделки, Банк России в 2001, 2004 и 2010 годах выпустил 12 новых модификаций банкнот разных номиналов. При этом банкноты образца 1997 года и их ранние модификации изображения специально не изымались. Они выбывали только естественным путем в силу ветхости, то есть износа и загрязненности, уничтожаясь в процессе сортировки и обработки. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями символов северо-западного и центрального федеральных округов, в которых расположены соответствующие города. До 2025 года разработают и выпустят в обращение шесть модернизированных банкнот с улучшенным защитным комплексом и современным дизайном. Новые банкноты отличаются самым современным защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В то же время, поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200 и 2000 рублевых купюрах. Ожидается, что новые купюры поступят в обращение уже в следующем году. О грядущих изменениях, которые произойдут с наличными деньгами, пока что знают немногие. Ничего в этом плохого нет, потому что периодически нужно менять деньги. Ну, хотя бы для того, чтобы мы узнали о новых городах, которые есть в нашей стране, да, и об их изображениях. Поэтому, ну, поменяют, потом еще раз через 10, там, 15-20 лет поменяют. В общем-то, ничего плохого нет. Это же просто, ну, внешнее выражение стоимости не меняется, поэтому я думаю, что ничего критичного. Видимо, есть какая-то экономическая необходимость в этом. Каждый раз, когда масштаб цен становится неудобным, ну, видимо, приходится проводить денежные реформы. Ну, рисунок пусть лепит на эти денежки, которые у нас есть. Хватит уже. То 2 тысячи, то 5 тысяч. Ну, разве такие деньги были? Да, были все равно у царя. Допустим, моего отца, он занимался, ну, мизмат был, собирал денежки. У него была 100-тысячная купюра, 100 тысяч рублей. Ну, это же было бестолково. Главное, понизить цену на продукт, поднять зарплату, и народ будет доволен, и жить будет счастливо. Все. Совет директоров Банка России выберет объекты для шести банкнот самостоятельно, опираясь на мнение специально созданных экспертных групп. А вот для выбора символов банкнот 200 и 2000 рублей в 2016 году организовали всенародное голосование. Тогда в качестве изображения Воронеж предложил памятник котенку с улицы Лизюкова и корабль Готопредестинация. Предложение набрали более 5000 голосов в первом этапе конкурса, но не прошли дальше. Все-таки памятник Петра в сквере. Вообще, незаслуженно забытое имя Собурова, основателя крепости Воронежской. Собственно, он и дал начало городу как таковому. Может быть, стоит этому уделить внимание. Много у нас достопримечательно. На правом берегу есть музей воинской славы. Значит, есть исторический музей. Но, пожалуйста, если хотите, сделайте центральный храм. Нет проблем. У нас очень красивые места. Самый красивый город, я считаю, это Воронеж. Я бы хотела, например, оперный театр. Я люблю театр. А ЮЖД, я думаю, доминант. Банк России образца 97-го года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории РФ. По информации Центробанка, модернизация купюр приведет к стабильности системы наличного обращения и повышению ее эффективности. Галина Жукова, Ольга Ломакина, Валерий Бобкин, 41-й канал. В Воронеже продолжает работу выставка «Царские куклы». Автор проекта Светлана Пчельникова, художник, коллекционер, меценат и лауреат премии правительства России в области культуры. В Воронеже она привезла часть своей коллекции «Царские куклы». Когда-то ими играли дети последнего российского императора. Теперь их отреставрировали и полюбоваться ими может любой желающий, посетив музей имени Крамского. У Светланы Пчельниковой в коллекции около полутора тысяч экспонатов. В Воронеже выставка представлена небольшой экспозицией. 31 июля семью императора Николая II вывезли из царского села в ссылку в Тобольск. Оставшиеся в Александровском дворце вещи временное правительство отправило в Москву, в подвалы исторического музея. Часть оставшихся игрушек в 1923 году перевезли в Сергии в посад. Долгие годы они хранились на полках и постепенно разрушались. Только около 200 предметов в 1995 году отреставрировали. Светлана Пчельникова, как я уже сказала, давно собирает кукол различных. То есть сначала она сама делала кукол, потом постепенно, по мере того, как ее интерес возрастал к этой теме, ей стали дарить коллекционные куклы. Она также их приобретала сама. И таким образом получилась большая коллекция, часть которой представлена сейчас на выставке в музее. Эти уникальные предметы детского быта были воссозданы по фотографиям, рисункам и даже небольшим упоминаниям в мемуарах. Куклы фарфоровые. Покупались они, как правило, в наборе. Части тела были на шарнирах. Дети сами собирали из деталей куклу. Иногда даже шили для нее одежду сами. У фарфорового ребенка было почти все, что необходимо было в то время малышам. На выставке представлена книга об изготовлении кукол того времени и об истории кукольного дела. Это единичные экземпляры. То есть это уникальные вещи. И несмотря на то, что, может быть, кажется, что в экспозиции их мало представлено, предметов, но они имеют огромную ценность. И посмотреть как раз на произведения, на предметы той эпохи кукольного дела, и эти лучшие образцы, это действительно не только интересно, но это и важно, чтобы понять детский мир того времени. Кукольная выставка у воронежцев вызвала большой интерес. Экскурсоводы говорят, за первые выходные экспозицию уже посетило большое количество людей. Выставка продолжит работать до 11 апреля. Возможность увидеть старинные детские игрушки еще есть. Олеся Алисюк, Сергей Трифонов, 41-й канал. В группе «Мой и твой Воронеж» в социальной сети ВКонтакте появилось видео смертельного ДТП с двумя КАМАЗами. Авария произошла в понедельник 22 марта. Два грузовика столкнулись в Верхнехавском районе. Предварительно известно, что 31-летний мужчина из Тамбовской области не посмотрел по сторонам, когда выезжал на перекресток. В него врезался другой КАМАЗ, которым управлял 26-летний молодой человек из Павловского района, который скончался от полученных травм. Ольга Ломакина, Егор Китаев, 41-й канал. И это все на сегодня. Мы ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Мы также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в социальных сетях. Смотрите программу «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях, а также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды в мире и в Воронежской области. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА